Всем добрый день! Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу подарить вам очень интересный ритуал. Его могут делать все, но особенно сильно он будет получаться у мужчин. Потому как мужчина считается главой семьи, а здесь глава вселенной. Солнце. Я хочу вам сказать, что на самом деле, невзирая на генетическую принадлежность определенной нации, определенной семье, увидим, как таковой нет национальности. Они достояние мира. Я считаю, что народы должны прекращать конфликтовать, потому что им нечего делить на этой земле. Они все едины. И боги, которым мы поклоняемся, они принадлежат всем народам земли. Просто у каждого народа его называют по-своему. Но функции у них одинаковые. Ведьма – она достояние мира. Она как доктор. Для нее нет никакой разницы. Человек – представитель какой нации придет к ней. Любой народ, любая национальность для нее – это люди. Люди со своей радостью, горестью. Именно поэтому ведьмы – они очень человечны. И к ним тянутся люди именно по этой причине. Они способны понимать любого человека. У них нет предвзятости определенной. У них нет разделения людей. Они знают, что есть общечеловеческие факторы, которые у всех одинаковы. Все ведьмы, которые действительно понимали, кому служат, какой силе, кто они есть, свое предназначение. Не те, которые ради моды или ради шоу себя объявили ведьмами. Я абсолютно не имею понятия о ведовстве. А именно истинные, тем более родовые. Они прекрасно знают, какой силе служат. И они понимают, что эта сила объединяет все народы мира. Ведьма приходят в этот мир, чтобы объяснить людям, рассказать о силах. Объяснить людям, как к ним обращаться, что они любят, каким образом, когда они их услышат и прочее. В этом есть ее миссия, ее функция. И не имеет никакого значения ведьма русская, ведьма армянка, грузинка, итальянка, кем бы она ни была. Она достояние всех людей, дорогие друзья. Поэтому, когда некоторые не очень разумные личности пишут под моими роликами, оскорбляемая нацию иногда, таких людей я могу только жалеть, потому что они жалкие существа. Не имеет значения, какой я национальности. Я учу, помогаю, объясняю и понимаю все народы, которые ко мне приходят. Потому что потусторонний мир, мир духов, он един. Там нет границ, как здесь. Так вот, все мои работы, которые я вам дарю, воспринимайте правильно, спокойно и используйте. Неважно, какой вы национальности. Обращение ли это к греко-римским богам? Обращение ли это к африканским божествам? Обращение ли это к азиатским богам? Обращение ли это к кавказским силам? И прочее, прочее. Все пантеоны, все прочее, они едины. Просто есть определенные традиции обращения у этого народа, скажем, она более отточенная, сильная. У того народа немного слабее, потому что те уже много тысячелетий не обращаются к этим силам. Забросили это, естественно, там и Грегор ослаб. Это не имеет значения. В любом случае, все эти работы направлены во благо любого человека, любой национальности. Этнические корни заговоров и ритуалов, они всего лишь усиливают работу, не более того. Вот сегодня опять один из этнических работ – это обращение к богу Солнца по имени Арек. И Арек из армянского пантеона богов. Некоторые его называют Михаром, но немного неправильно функции разнятся. Михар тоже считается богом Солнца, но он больше бог света, справедливости, тепла, вселенского равновесия. Согласно легендам, Арек все-таки является сыном Михара. И он есть тот, который поднимает Солнце или само Солнце. Его изображают сидящим на золотом льве. И если так подумать, то люди, рожденные под знаком Зодиака, лев, им покровительствует Солнце. Вот почему я говорю, что многие вещи, которые вы сегодня узнаете, интересуетесь и удивляетесь, что это существовало, народы Востока, народы Закавказья, они это с детства знают и изучают. Для нас, например, знаки Зодиака или, скажем, тантрические эти все познания, веды и прочие-прочие, мантры, для нас это обычная вещь, это наша жизнь, обыденность. Потому что мы с детства в наших легендах, эпосах, рассказах есть эти все созвездия. И про каждое созвездие есть отдельная легенда, кто он был, как он поднялся на небеса и превратился в это созвездие и прочее-прочее. Орек. Солнце. Постучные народы были огнепоклонники. Солнцепоклонники. Единственный народ, который сохранил верность своей религии, невзирая на тысячи геноцидов, гонений и всего-всего, это языды. Они поклоняются всемирному огню, то есть считают, что у Бог есть всемирная энергия огня, и он появляется в виде солнца. Вот недавно, кстати, открыли святыню в Армении, потому что их святыня Лалеш, которая в Ираке, к сожалению, в последнее время из-за этих событий люди не имели доступа туда, да, да, и многие оттуда убежали, потому что очень жестоко бесчеловечные казни устраивали над языдами. Но, невзирая ни на что, этот народ не предал своих богов. Верен. Своего бога, правильнее будет, да, своей святыней, вот так. Кажется, пытаюсь вспомнить, Малектаус, это верховный ангел, верховное божество, которое изображается в виде павлина. Вот в честь него еще один храм построенный. Я рада за этот народ, потому что это мирный, достойный народ на самом деле. Многие путают, говорят, языды – это курдские племена. Дорогие друзья, курдов не существует. Курды – это языды, которые поменяли веру. Вот и все. Их назвали курды или курмани, что означает предатели. Ну, вот, собственно, это название так и означает это слово. То есть, языды сами по себе не курдские племена. А курды – это языцкие племена, да, это отдельный народ. Но об этом не будем. Так просто пришли к тому, что мы говорим о огнепоклонстве. Поклонение огню, приветствие солнца. Три раза в день. Это ранним утром. Это когда солнце в зените. И когда солнце уже садится, то есть уходит на покой. Вот эти три раза приветствие солнца – намаха, что означает «приветствую», мы переделали и называем намаз. Как приветствовали солнце? Садились на корточки, поднимали руки, некую такую чашу изображали, вот такую. Принимали солнечную энергию в ладони, потом мазались им, то есть осеняли себя этой энергией, кланились солнцу, смотрели на запад, на восток. Вот это точная копия намаза, который сейчас делают. Это поклонение солнцу. Вот этот намаз был принят еще в Древней Персии, еще в Арийской Персии, когда религия Персии была зрооастризм. Впрочем, я попросила бы всяких историков, желающих якобы сделать что-то хорошее для нашего народа, не снимать всякие ерундовые ролики о том, что у армян религия пришла от зрооастризма и так далее. Вы ничего не понимающие, не знающие в этом. Зачем вы лезете в эти темы? Вы понимаете, что вы смешно выглядите. Вы искажаете нашу историю, желая делать что-либо хорошее. От персов ничего к нам не пришло. Мы были родственные народы. Но у армян более древняя религия. Она своя религия. Это называется национальная религия или церакрон. Дорогие мои, не надо снимать всякую ерунду. Где-то что-то прочитали, приходите, снимайте. Понимаете, вы не историки. Вы просто искажаете нашу историю, еще хуже делаете. Просто не надо. Не трогайте те темы, которые для вашего ума очень сложные. Итак, приветствие Солнца. Ранним утром нужно было просить у Солнца то, что ты хочешь. И многие психологи говорят, что планирование дня и жизни ранним утром очень полезно и действительно работает. Что человек планирует весь свой день, с утра себя как бы благословляя на хорошее. Нужно было поддерживать огонь здесь и, открывая окно, просить у Солнца. Заговоров множество утренних. Я хочу вам подарить ритуал на основе древних традиций «Приветствие Солнца и просьба к Солнцу». Там есть маленький такой, маленький куплет именно на армянском языке, потому что армянский язык более всех близок к санскрите, а именно по своей древности и емкости. И знаете, есть такой, сила языка, по-другому говорят, вибрация языка. То есть язык, на котором быстрее получаются работы. Как Байрон сказал, я выучил армянский, чтобы знать, на каком языке говорили боги. Это один из древних языков. Наречий множество, но в любом случае есть литературный армянский, который их всех объединяет. Вам нужно на красной свече написать два слова. Орек, Аствац. Бог Орек. Покажу, как это делать. Вот можете остановить. Это армянские буквы. Им более 1600 лет. И это не первый алфавит. Первый был уничтожен. Это уже очередной алфавит. Орек. Аст. Это перенесла. Вац. Бог Орек. Как призыв к нему. Эту свечу использовать только для этого ритуала. Ранним утром. До восьми утра желательно это сделать, чтобы она по силе получилась. Зажигайте свечу и благовоний. Любое, которое вам по вкусу. Открывайте окно. Я сейчас не буду открывать, там шумно. Далее. Читайте это четыре раза. Свечу потушите, благовоние должно догореть. Вот эту свечу используйте столько раз, сколько вам необходимо, чтобы набраться жизненных энергий, сил, уверенности и так далее. Можете это провести, например, целую неделю. И в конце эта свеча должна догореть. Ее просто выкиньте. Ничего никуда выносить не нужно. Вы отдаете дань уже энергии огня. Этот ритуал пополняет энергию. Это первое. Во-вторых, дает возможность верховодить своей жизнью, руководить людьми и обстоятельствами. И некоторые тем, которым я отдавала этот ритуал, говорили, что и здоровье поправляется, потому что солнечная энергия, она самая мощная, которая существует, и мы это знаем. Итак, читать четыре раза. Окно можете открыть, сесть, глядя на свечу. Ну, читайте. Вначале немного будет трясти, и голова закружится. Я еще не начала читать. Мне уже немножко так не по себе. Потому что энергия солнца... Знаете, мы проводим ритуалы как бы в темное время суток. Многое связывается с луной. Но солнце не менее сильная энергия. Солнце двигатель мироздания. И даже та самая луна получает свое свечение от солнца. Итак, начнем. О лучезарный бог на золотом льве, сверкающий орек, я приветствую тебя. Тебе поклонение, тебе слава. Я приветствую тебя, солнце. Оседлав золотого льва, ты летишь по небосводу. Его грозный рык пробуждает мир, и мироздание просыпается. Проснись, пробудись, мироздание. Приветствуй великого бога. Далее на армянском. Люди кланяются тебе, славное солнце. Ты глава над всеми, а мне быть главой среди людей. Поверни солнце удачу с запада на восток, с севера на юг, к моему порогу. Оарега ствац, аруцавор люсея ствац, паравори римануна, орхни римтуна, воскегангуря ствац. Поверни солнце удачу с запада на восток, с севера на юг, к моему порогу. Да будет так. Заклинаю. После, как вы прочитали, оставьте немного свечей еще гореть, может, минут десять. Благовоние должно догореть, потому что оно идет, как ваше послание на небеса, туда вот этот дым, окуривающий священный дым. После можете потушить свечу. Сколько раз вы сделаете? Не меньше четырех раз. Но дали вам решать. Вы можете это провести целый месяц и наполняться энергией солнца. Но когда вы решите, что это последний день, или когда уже приблизится свеча к своему окончанию, дайте догореть, ну, останется немного. Потушите и просто выкиньте. Эти ритуалы наполняют жизненные энергии и силы. Особенно сейчас, когда начинается уже холодный период, да, уже переходим в зимнее время, особенно сильнее чувствуется нехватка солнца. Вот призовите энергию солнца, бога Орек, свою жизнь. Я уже давала несколько ритуалов, сейчас даже не помню, какие именно, но именно касательно солнца, солнечной энергии. Но я думаю, что лишним не будет. Почтенное отношение к богам, оно вам дает преимущество в жизни. Запомните это. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!